Мы вас выбирали, вы не выходите за людей, родички лежат, на речке немае, в лесной ринге кормуется курятина, у людей нет ножички. Я сейчас кормлю 5 старых людей, понимаете? Дельцы немае, с другого двора 5. Что нам делать? Никас нема, ничего немае, вы не выходите до людей, мы вас выбрали. Мой сын, пять тысяч, скажи. Плачу налога. Давайте нас не доставим. А зачем? А что это даст? От того, что я сразу, по отношению к гуманитару. Я к гуманитару не могу. Дело в том, что гуманитар, как занимается в вопросе российская сторона, выдача она производит по краю деду, где находятся те люди, которые с ними взаимодействуют. Я с российской стороны не взаимодействую. Здравствуйте. Я работаю по законам Украины. Это первое. Я отвечаю на тот вопрос, который вы меня задали. Это да. То, что касается вопросов выхожу, я не ухожу. Значит, у меня же не один волчанец, у меня 75 населенных. Вчера. Я работал по всем населенным пунктам. Я работал по кругу, при этом обеспечиваю доставку молока. Сегодня будет доставка молока, обеспечиваться волчанцев. Да? Место я сейчас скажу просто. Вы сейчас сразу так накрутите, будете вставить там больше. Да? Мы обещаем. Потому что есть такие вещи, которые я обещаю, значит, я газондуй помню. Извините, на самом деле. У меня офицеры за это все должны вести ответственность. За свои слова. То, что касается дела. Они у нас проходят по учебе, или в детской консультации, или в службе. Если они проходят, то получится то, что мы имеем. 8 дней. Груднички сидели без молока. 8 дней. Подождите. Ну, будем говорить так. Молоко вы видели, как мы получили. Это было раз. Или два. Не, раза три было. Не, это вы так считаете. Подождите. Подождите. Не волнуйся. Не волнуйся. Значит, объясняю. Мы доставили сюда молока уже 14 тонн. 14 тонн. Из них 10 тонн. Гантаровка нам доставила. И 5 тонн нам доставила. Ну, 15 получается. Сейчас машина вам прогревается. Я сажу своего водителя. Машину мне дал Галлигенко с Гантаромли. Заправил ее. И мы будем гонять. То, что касается гантаровки. Гантаровка говорит, давайте бензин. У меня бензина нет. У меня есть резерв для обеспечения бензоагрегатов. Которые могут работать для обеспечения кочегаров. Если я, не дай бог, свет лястится. Я уже в ученых. Два часа света не было. Значит, будет не пролетарское поле ручаться. Следи под этим. В больнице у меня должна работать на бензоагрегате. Так и бензоагрегат. Так и бензоагрегат. Хотя на этом держу запас на двое суток. Чтобы можно было при этом. Потритесь. Теперь вернемся к тем деткам. У каждого из вас есть старики, дети, груднички. То, что касается детского питания. Значит, детским питанием сейчас незаконным способом. Я пытаюсь решить проблематику. Потому что сейчас не от жиру. Вот это все. Ну, будем там. Ну, биллоны. Всякое время. Да я не знаю. Значит, вы все взрослые люди прекрасно ориентируйтесь. Особенно в городе старшее поколение. Что мы не кормили детским питанием. Наши детки. Кормили молоко. Одна треть воды туда добавляется. И птица через кофемолку или ступе. Гречку или риску толкли. И на этом делаем. Сапанку туда. Немножко на конце ложечки. Кем-то. Совершенно правильно. Дальше. То, что касается этой пищи. Значит, есть у меня служба по работе. Она полностью этот вопрос отслеживает. То, что касается детей. Без вопросов. То, что касается лежачих. 444. У меня старика. На улице Картенко. Из них 50 это пластом. Вот в первую очередь пластом мы обеспечим. Потому что ей никто не помог. Теперь то, что касается банковской системы. Наличие денег. Денег у меня нет. Зарплата у меня в подвешенном состоянии во всех. Казначейские счета заблокированы. Киев на них пока не разблокирует. Это направление. Вот эти пассовые аппараты, которые включают эти сериалы. Банков. Это та вот наличность, которая крутится на Смолчанске. Не более того же. Их денег нет. Далее. То, что касается банков. Банки это частная собственность. Туда влазить. Вы прекрасно знаете одну вещь. По действующему нашему законодательству нельзя вмешиваться в частную собственность. Это касается и вопросов мясокандинавтов. Вот это продавали колбасу и продавали мясо. Это то, что было там незаконное изъято. А потом разводили здесь людей. И кто-то деньги куда-то делал. Я этих, извините, игров не участвую. Честно вам сказать. Но подождите неделю. Потому что вы здесь нет. Значит, то, что касается круг. Круг мы сейчас уже немножко накопили. Нам и Олим помог. И этот Мезовский официал. И он не Мезовский. И они там будут на территории. Мы сейчас будем делать это. Перераспределение. Оно пойдет в первую очередь опять. Вот по этой категории. И еще. Все говорят, дайте нам хлеб. Нет у меня хлеба. Нет. У меня будет, если есть мука. То эта мука будет направляться на ординатный завод. Для того, чтобы хлеб этот по половинке дурочки. И через день выдавать. То, что касается. Сегодня мы запускаем наши шкафы. Жарочные. По школам. Ну там, где они есть. Будем запускать. В общей сложности мы можем запустить. Где-то, если присмены будут работать. А не в течение суток. Порядка начнут по таких булочках. Эти булочки пойдут детям, школьникам. Школьникам по списку. Без вопросов. Теперь то, что касается. Вопросы связаны дальше по хлебу. Значит, давайте начнем с того. Ситуация по буднистям. Объясним это нам. Значит, молоко я могу резервировать в отдельные ямкости. У меня есть 300 литров ямкостей. Которые мы можем. И это уже мы делали позавчера. Служба по работе с детками. Она выдавала. Мамы сюда приходили. Брали молочко. И вот это. Почему его здесь выдавали? Потому что там на площади разберут. Потом будут перепроданы. Это у нас зачастую. Значит, теперь то, что встречаюсь я с людьми встречаюсь. Я здесь нахожусь практически в круг суточного режима. Я с людьми встречаюсь. Но это не говорит о том, что я там на площади буду стоять как Сицероненькая. Нет. Мне вот сейчас нужно в течение двух часов организовать работу всего дня. И потом я как заяц погнал по всем предпринимателям и по всем окологам. Значит, что я вам хочу сказать. Чтобы вы понимали. Значит, по всем нашим старостатам у нас их двенадцать. Обстановка относительно спокойная. Почему? Сельчане, сельские жители. Даже вот песняков надо отдать дом. Но это не сельский. И вот это вот. Пазовчане. Мы же так потихоньку начинаем и путаться. Ну вот. Пазовчане. Мы не пойдем даже. Цыганва, да. Извините за выражение. Если здесь станет представители ромской национальности. Я здесь. Те по наглому там лезут некоторые. Некоторые. В очереди стоят. Но мы не пойдем. Привезете? Хорошо. Значит, наш основной клей лежит в наших подвалах, друзья. Он называется подвалах. У кого нет. И еще. Вот эта беда, которая к нам пришла. Сразу давайте думать о том все. Она вообще-то нас сплачивать должна. А не разочтать. Вы бесплатились. Я знаю это. Вы бесплатились. Вы бесплатились. Вы бесплатились. Можно кто-нибудь выйти и сказать. Не будет сегодня. Еще. Пусть замерзли. Малый мальчик. Я знаю. Но я только одно личное. Какого грена вы идите туда, если вам оповещение не дают? Мы даем интернет-ресурсы от имени городского сада. Причем и тут телевизм. У меня только через… 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 Но дело в том, что у нас сарафанное радио. Вы знаете… Быстрее. Но будем говорить так. Надо выйти. Я людей не боюсь. Я уже с вами разговариваю. Спокойно вы со мной разговариваете. Что бояться? Я говорю. Вы меня избирали. Что мне вас бояться? У меня еще. У вас очень грустно. Кого-нибудь пришлите на площадь. Если цена была до войны. Такая сейчас была забота. Попросите людей. Если люди говорили. Пусть поставят все цены. Такую, какая была. Налички нет. По-человечески. Сразу. Сразу я вам объясню. Я знаю. Разрешайте торговать. Дело в том, что тут уже создалось… Некоторые считают двоевластями. С одной стороны. Те, которые заходили и мне помогли. Я так называю. У всех прекрасных правил. Есть действующая городская власть. Которая занимается каждый день. У людей в тепло есть. Вода есть. У меня на территории работы. И что самое интересное… У нас полиция работает. У меня 30 человек. У меня 30 человек. Надо выпить. Цены. Извините за выражение. Я могу откровенно вам сказать. Я не вам скажу. Нет, я вам. А что откровенно сказать. Я не могу установить бандитские цены. Запретите им торговать. И все. А какой запрет? У меня даже нет рейтинга. На площади у нас рынка нет. Я знаю. Но у нас самое интересное заключается в том, что если бы меня хотя бы кто-то был из силового блока, они сбежали. Полиция. У меня 30 человек осталось. А свой депутат. Они меня… Вот эти полисмены сейчас катаются по городу четырьмя вот так вот экипажами. Мародеров вылавливают. Извините за наружение. Лечат их. Потому что другой способ они… Я не использую. Так что многие говорят. Давай, давайте на площади привязываем и отходим. Нельзя. Это самосуд называется. Нельзя так делать. Мы знаем этих… У нас тоже твопа появляется. Знаю. Я прекрасно знаю вас. Что каждому сейчас крайники живут. Сейчас у многих в Харькове дети, родственники, внуки, у кого-то братья, сестры. Вот говорят. Никто. Да, нет. Если там зеленый этот коридор или гуманитарный коридор. Нету коридора. Нету никакого… Подождите. У собой. Нету коридора гуманитарного. Сразу… Ну подумайте. Харьков уничтожает. Это уже уничтожено. Понимаете, Харьков уничтожает. Я когда вот смотрю, некоторые… У меня вчера взглянул онкологик. Такая же, зафетит такая. Руспокойся. Потому что я в Индии еду и все на этом. Дай мне не хлеба. Рожа такая красная. Ему хлеба дай. А я говорю, сука, есть картошка в подвале? Есть. А то я солености или консервацию сделал. Мне главное детей сейчас нужно сделать. Дети. Они же не понимают этого. Поэтому… А старик есть? Ну стариками мы тут мало маленьких занимаемся. Есть у нас старики, извините. Не в осуждении. Не в осуждении. Вот такая хахта колбасы. Я с вами согласна. Перенесли через три метра и в три тора на сразу. Это разве. Подожди. Поэтому сейчас я прошу… Подождите. Ну не волнуйся. У кого есть маленькие дети. Вот вы останетесь здесь. Сейчас я до этого выгоду с его взрослого человека берусь. На карандаш с адресом. Чтоб я понимал до конца. У меня трюки сейчас принесли. На карандаш. На карандаш. Это маленькие дети. Успокойтесь. У меня мои дети. И в подвалах. И внуки. И в подвалах. На улице сейчас хайпают. Я не называю, что они там делают. Ну а что мне делать? Бросить вот эту громаду. Не смотаться отсюда. Вообще не за идиотом. А я же буду свет, газ, воды. Да. А теперь самый важный вопрос. Да. Который люди мне задают еще… Чтобы быть слатежками. Ничего. Да ничего. Ничего. Значит, то, что касается газа. Объясняю. Если вы живете в частном секторе, и вас газовая, включайте. Да. Включайте. Создавайте. Спасибо. Раз. Раз. Второе. То, что касается воды. Вода и денег. Вывоз мусора. Платежки мы вам выставлять сейчас не будем. Разберемся. Война закончится. Потом мы разберемся. Если разблокируются счета мои, значит, мы с бюджета перекроем вот эти долги. А дальше мы вас, извините, принудим, заставим и будете дальше платить за долги. Уже в мирное время. Сейчас, поэлектрически, пока к нам претензий нет. Облэнерго работает. Во время боя восстановили 110-ю линию. Значит, и нам дали электро. Вот это маломальский резерв с продуктов питания. А можно вопрос? А если человек, это чего? В больнице, в самой нашей больнице. Да, кого я подводил? Сказай вам правильное такое мое правильное. Подождите, мне нужно. Локаль, я подводил. Да? Челетская мое правильное. Да. Вот я хожу. Я пришла, пришла. Уже лично. А чем я их должна находиться? Я знаю, что и как они. Обновите. Обновите техник. Они пока в палаты за вас заводили. Потому что у них уже не было. Я уже не могу. Я уже не делала. Они не нужно купить. Вот сейчас святическая ситуация. Да, спасибо. Спасибо.